В реальных задачах здесь может явная зависимость от времени. Мы привыкли смотреть явную зависимость от времени. Явную зависимость от времени. И вот сейчас мы это будем эксплуатировать. Здесь, как всегда, не стоит у края доски, да ничего не видно. Вот, значит, вот, а то давайте нам сегодня будет много раз удобно, сделаем знание бежан, да? И потом мы сделаем гуметиниан. Это ружья троичка тоже от друг друга переменная. Куэль по-прежнему у нас это та самая точка. Да, а П это перемен чего? Да, давайте вспомним. Второй набор переменных, который физически называют импульсами, да? А чего они, элементы? Вот это скорость, да, элементы касательного пространства. Н, это Ку, вот это вот двое, да? Скорость, скорость системы потом находится в точке Ку. А вот это что? Нет, это нет, она независимая только в том же смысле, вот здесь. Это элемент Ку касательного пространства. Я напомню, это не новость. Это, может быть, я вам уже плохо сказал в свое время, но на самом деле мы это уже знаем. Ку касательный, это двойственная касательная. То есть это функционал на касательном пространстве с значением этих значений. Я напомню, что что это сделалось? H, Q, P, мы чуть-чуть, превращая дело, равен максимуму, ну, на самом деле, не максимуму алкотическому значению, как мы знаем, но при этом законе нам сейчас будет не важно. От чего? От P, V, минус E, Q, V, да? По тем, V. Поэтому P должен уметь действовать на V, должен уметь спаривать с V, давать действительное число. О, там с Кунганом тоже не прошло. Поэтому P – это несколько касательного пространства. Кубец. Кубец. Вот. А максимум уже здесь не важно. Ну, дальше от него можно пытаться взять максимум. Вот. Тогда, соответственно, соединение тоже не будет зависеть от времени явно, да? И, как мы знаем, тогда имеется место, тогда имеется место такие уравнения. Системы движутся, причиняясь следующим уравнениям. Скорость системы в момент времени не Т равна чему? это Немножко неерно, да? Э-э-э. Что? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а… минус dh по битву те же самые точки, да? Вот. Теорема, которую я хочу доказать, ну это такое состояние энергии. Которая достаточно всегда имеет место. А именно, по-моему, мы это уже реально вычисляли, просто так и называли. Давайте попробуем представить такую вещь, вот пусть рассмотрим h, вот q от p и p от p. Мы это, кстати, на семинарах разбирали, даже чуть более в общем видео, но в случае h это совсем очевидно. Мы там брали любую функцию от p и q, и делали то, что я сейчас хотел сделать h, а именно дифференцировали ее по времени. Это будет функция в одной переменной времени, да? По ней можно продифференцировать. А сколько все происходит в продифференцированной по окрестке с одной точки, мы можем считать, что у нас введены координаты, и совершенно написать все уравнение, и совершенно не запомнились о том, как выглядит сама наговария. Здесь все происходит в малой грешности одной точки, поэтому все это как бы иное. Да, да. Так. Вот. И чему это равно? Мы имеем дифференцированную сложную функцию, и мы знаем уравнение Гогольцова. Так. Так. Ну да. Это 2 кусточки. Это dh по dq. Ну, я буду выпускать одну разу, точку от d по от t. c. d плюс . п. Да с db. Вот. Сама за сауневая, да? Я правда пишу именно в том порядке, в котором я пишу, хотя для нынешнего вычисления совсем не важно, потому что куз точки подлежит к чему? на самом деле, в реальном образе с указательным пространством с точки квадрата к многообразию, тогда вот эта штука, ну, я не давал распределение вариантов, но, на самом деле, отсюда, как раз, можно выявить, что это такое, это равно-то чему? Чтобы получалось число, да? На этот вектор мы должны подействовать функционалу, ко-вектору. Поэтому производное по группе пространственных координат принадлежит ко-какать на пространство. Ну, это беззаконный вопрос пространства, когда появится инвариант, я это сделаю через несколько времени, в данном случае, наверное, не очень важно, а здесь наоборот, это вектор, а это ко-вектор. Ну, я правильно понимаю, что сначала ко-вектор, потом вектор. Вот, ну, так или иначе, ответ в случае простой. А ответ в случае простой. ДАСПДКО это что такое? Это минус П, да? Минус П с точкой. А ДАСПДП это плюс К с точкой. И там он вот. Из чего следует, что значение, значение гамильтониана вдоль расширенной проектории системы, проектория называется вот это, а если мы к этому прибавим П от Т, вызывая сейчас разговоры, называется расширенная проектория, вдоль расширенной проектории системы не меняется. или мы можем это переформулировать, если нам хочется, да? Для этого на скорости есть такая вещь, как полная энергия. То есть первая, которая равна чему? А чего она создаёт? Это курица точно от чего ещё? Дается от некоторой переменной В, которая, это опять же ГЗМ, а это и в катетном пространстве. И равна она чему? Полная энергия. Не обязательно, сколько равна путь точкой. Функция касательного слоения, потом мы подставим к этой путь точкой, и получим то, что нам нужно. А чему равна полная энергия? Она равна гамильтониану, где в качестве второго аргумента берётся вот то значение, берётся то значение в П, на котором именно в этой точке В достигается максимум, да? Да, совершенно верно, поскольку, ну не максимум, а физическое значение, это так хорошо и понятно когда, да? Если мы знаем, что максимум достигается в точке В, то, взяв производную порой, выражаете локально, да, мы получим здесь П, а здесь получим ДЛ по ДВ. Так, поэтому это просто А в точке Ку и ДЛ по ДВ в точке Ку В. Ну, здесь, не знаю, расслабляем, давайте смейте друг правильгодные по второму аргументу, по второму аргументу, а здесь уже подставляется реальная точка В, да? Давайте, чтобы их не было, как говорится Бу-В. Вот здесь вот я подставлю Бу-В. Вот. ДЛ по ДВ, это ДЛ по второму, ставлю группу аргументов, а подставляется, по второму аргументу, Бу-В. Вот. Вот. И тогда, тогда что мы можем сделать? Мы можем написать, я напомню, зачем мы это всё делали, я напомню пример, не перевычисляя его, с точкой в электромагнитном поле, да, с наряженной четырцей в электромагнитном поле, у неё полная... Я не хочу помнить, что он не зависит от магнитного поля, а в электромагнитном поле ещё как зависит, потому что движение, разумеется, от магнитного поля зависит. Ну, и дело в том, что это дело в том, что магнит носился до трендикулярной скорости, и никогда не совершает работы из-за этого. Ну, в полную энергию она не вошла. Поэтому, какая-то установка, она не совсем безобидна. Но, тем не менее, такая вещь на е, там уже с полной энергией, хорошо известно из школьного фурса, что вещь пришла полезная. Вот. Так что мы про это можем сказать? Если мы теперь рассмотрим E, куда подставим настоящую проекторию системы и её собственную скорость, здесь, в данном случае, всё намного естественнее, да, потому что здесь мы должны подставлять специально подобранный P, а здесь мы не подставляем скорость того же куст . Вот. Тогда что мы получим? H, куст . Ну, и здесь, и куст . Где куст . Для этого старого уравнения мы проходили. Вот. И, первое, у нас получится, что G, F, D, C, E, куст . Куст . То есть полная система, полная энергией системы сохраняет это движение. Ого. Полная энергичная система сохраняет это движение. Если я полную энергию подставлю на реальную траекторию системы, то полной энергии меняться не будет. Вот. То есть, иными словами, у нас на... на... вот всё фазовое пространство, то есть касательно расслоения к конфигурационному, разбито на уровни, да, на уровни энергии и траектория живёт внутри одного уровня. То, что она там делает, это зависит от системы, но в определенном уровне она не выходит. Она не может прочитать фазовое пространство, и, кстати, заполнить. Вот. Ну, вот первый пример. Такого хранения энергии. Ну, в важности в этом, что убеждать никого не надо. Вот. Второй пример. Такого хранения импульса. Это... вот такой ситуации. Извлекает. Извлекает. Извлекает на многих ситуациях. Но давайте наиболее простую. Вот. То есть у нас имеется систему взаимодействия частиц. То есть у нас имеется N частиц. N частиц. То есть конструкционная пространство это N. Здесь есть 3N. Надо считать, что они взаимодействуют так, чтобы друг другу не мешать мне всё-таки любое положение, по крайней мере, теоретически в одном. Да. Катательная пространство в любой точке. Н. Это тот, наверное, 3N. Да. И. И. Эм. 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 Ну, от координации в N. Ну, только от N координации в частиц. Это так, например, шо-1 и так далее. qN. Где каждая qIT там держи за 3. Да. А также от скоростей. То есть от V1 и так далее. В N. И так далее сон-сорку. То есть от 3. Вот получается такой вот анжал. Какой анжал я специально не оговариваю. Потому что пусть они взаимодействуют друг с другом по абсолютно любому закону. Может быть это гравитационное взаимодействие образно-пропускорально к квадрату. Может быть это такое упругое взаимодействие, то есть на большом, это резиновый шарик, на большом расстоянии взаимодействие, на маленьком, а там упругое отталкиваются. Всё, что хотите. То есть моделей может быть очень много. Единственное, что про эту модель может сказать ничего про я не знаю, это что здесь есть галилеевые варианты. Да. И мне сейчас даже будет нужна не галилеевая варианты, а также простая варианты, которые заключаются в том, что если я перенесу всю систему, она замкнутая, систему замкнутая, если я перенесу всё в другое место в Вселенной, то она будет функционировать точно так же с точки зрения переноса. Что это реально означает? Это реально означает, что если я как раз дела там, в каждой точке добавляю тот же вектор R, да, я вот сейчас рассматриваю не движение, а именно перенос во времени, да, в QN, QN плюс P, а как с короткар, в ответ не добавлю ничего, потому что мне речит именно о переносе, да, то должно получиться то же самое. Правильно вот это. То есть лагерзиан, неформальный лагерзиан зависит только от разности координат, а не от выделенной точки обстрела. Главное, выйдет от внешних систем, но мы считаем, что из тем знак, тогда есть такая вариант. Соответственно, опять же, перейдем к выполнению габритона, делаем образование лагерзиана, получится гаметониан зависит от тех положений частицей стен импульса. Все они забыли, потому что это касательно, здесь в конструкционном пространстве является объектным пространством, и, соответственно, касательно этого касательно расслоения звучит трудно. Вот, и здесь то же самое, H равно это H от Q1 плюс R, Qn плюс R, P1, Pn, на любого R или R3. Как это сказывается на уравнении комбинционного? Уравнение комбинционного здесь выглядит ровно так, как здесь написано, здесь на леонидатке. Но только здесь, поскольку это V3, здесь надо написать ИТ и ИТ. Здесь тоже ИТ и ИТ. Имеется в виду, что это трехмерный вектор, и здесь тоже три части производства по трех компонентам ИТовый импульс. У нас каждый и импульс трех метров, да, это тоже абсолютно не значит. Значит, я тоже могу каждому поэту ИТО считать отдельные координаты. Ну, вот, и получается вот такая штука, где эти вот стоят все, курицы. И, как всегда, сказати что можно вывести из этих поравнений, из такого факта, что H не меняется, если я как сел в Q прибавлено одно и то же. Причем что угодно, надо двигать систему, прибавляя все больше, больше, больше Эта Это какое-то изгнаждение про координаты Про изгнаждение, про изгнаждение координаты Изгнаждение по импульсам, если ничего не интересно Изгнаждение в течение всего, что это просто координаты Знаешь, если не у КАВСЕМ приобретает от этого числа, то значение функции не изменится Ну смотрите, можно, чтобы человек повысить на такую вещь как ДН Ну это что-то по ДН Отку плюс Р, что-то специально интересно точно, да, то есть КАВСЕМУ прибавленную тоже Н, да? И ПН Как это выражается через Д и ДКУИТЫ То есть я прибавляю в маленькое Н, а по нему дифференцирую, естественно, там трехмерная штука, поэтому там трехмерный корректор, но это не важно Потому что сумма ДН по ДКУИТЫ И это получится сумма ДН по ДКУИТЫ Ведь если мы поставим сюда равно нулю для простоты, да? В точке КУП И равно это, по сравнению с единицей на Н И равно совершенно верно нулю, потому что, правда, если такой ключ не меняет значение функции, значит, производности нету Отсюда вывод, что для такой системы, для такой системы ДФУ ДТ От суммы ИПУЛЬТО ДА ИНУЛЬТО То есть суммарно, как бы там эти штуки не взаимодействовали, как бы хитро они там не были завязки, и бы силы там сильного, слабого взаимодействия между ними не действовали Суммарный импульс, реально, сохраняется Для движения системы Вот Это, кстати, честно менее очевидно, если мы напишем уравнение многогранушек Потому что, как импульс зависит, сохраняется, видите, довольно хитро А ведь это сумма производного гранжиана по скорости в нужной точке То есть, собственно, такая вещь неочевидная Вот Так что, поскольку мы уже сделали переход Это у нас, знаете, два вон, учитывая, просто массовая скорость Так вообще-то это может быть довольно сложным Вот Ну хорошо, хорошо Вот два примера Я думаю, что если вы чуть-чуть через школу или после школы физика То вы знаете, что этих примеров сейчас вообще достаточно, чтобы сделать задачу Ну, во многих механических системах там вообще не надо решать уравнения 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 Уогранжи и Гемельтона Достаточно знать все это про закон сохранения Это тоже, кстати, вполне металлогический феномен, который мы потом изучим Но, скорее всего, не сегодня, а в следующий раз Вот Почему наличие таких сохраняющихся различий очень сильно помогает решать механические задачи Сегодня я попытаюсь чуть-чуть объяснить, может до конца, может до конца не успею, не знаю Откуда берутся вот эти законы сохранения Какая в этом стоит геометрия Почему вдруг Значит, почему Вот Такие какие-то простенькие вариации Для отсутствия этой времени Инвариации Таких наобщего сдвига Приводят к тому, что в той граектории системы что-то там сохраняется Вот наша сегодняшняя оценка Вот А для этого у нас будет кое-что выручить Я не знаю Вот Часть лично Часть лично это известно Я спросил очень мало, наверное, не всем, кто спрошен опасностям Сначала будет обслакт, различных и специальных геоний Во-первых, у меня спрашивал парни, кто помнит еще, что такое группы были Мы просто здесь обсуждали А это у меня был в курсе Вы знаете это как-то А вы знаете Знаете Вы знаете А как группу с Алгем вы сразу знаете Вы знаете Вы знаете Сначала Группа Это группа Неспространства Нет Группа ЛИ Это общая вещь Группа Провождение Неспространства Йорми Какая-то Если это означает, что первое G, G2, и второе G, G2, G2. Ну и этот труд должен быть тематован в следующем смысле. Если я смотрю, согласование должно быть такое. Давайте мы рассмотрим прям название. f с индексом G, G, G. Это такое, f с индексом G, за это делаем дверь, от элемента H, здесь GH. Здесь мы используем структуру группы. Выбираем элемент из группы. Определяем для него соответствующее образование, которое в соответствии с каждым элементом умножаем слева на G. Так вот, требует, оно обратимое, поскольку это грунт, потому что он умножается на G-1. А поскольку это гладкое многообразие, то мы потребуем, чтобы оно было гладким. Чтобы оно было дефилморхизмом. Оно было гладким, обратное для любого G. Любого G было гладким, значит обратное к нему, которое есть такое же образование для G-1, тоже был погладким. С гладким, гладкое противное отражение с гладким обратно называется дефилмархизмом, да? Гладкое отражение, или, что то же самое, дефилмархизм. Гладкое означает, что если мы напишем его в координатах, то он будет выражаться в состоянии дифференцированной функции. Вот, это требование. Примеров надо уголовить, ну, примеров очень много, Группы его слоила, сейчас будет держать, наверное, три примера. То есть, первый пример, самый типичный, самый простой, наверное, Группы Е, ТРЭ. Соперация флажей. Ну, я не знаю, на ответ как комментировать. Это даже Группа, даже А, ДВА. Она является гладким гравлайнером, единственный кал. И операция прибавления данного вектора умножается гладкими функциями, бакадрами, даже линейными. Вот. Второй пример такой. Г подможенство С, а С, кстати, тоже С-помножение или С-помножение, тоже примеры. Но важный пример такой. Г подможенство С, и Г состоит из элементов с 0,1. Это логические накрутки. Да? Геологические, да, так вот так вот. Это группа по умножению. Потому что, здесь у комплектных чисел с моделем один, а у комплектных чисел с моделем один. Это гладкое многообразие. Окружность мы, наверное, в углевой сфере как-то выясняли. Разменности. Окружность. Один. Замечательно. Это, кстати, Абелева группа, опять же. Но нет, это не группа, и Абелева. Значит. Такая группа. Значит, умножение двух, значит, ну, в качестве координат можно взять, например, параллельный угол, отсчитываемый там от определенного места, да? Тогда в качестве, тогда понятно, что умножение на данное комплектное число в этой координате будет классным. Преобразование, опять же, на самом деле, линейным, потому что мы просто прибавляем аргументы. Умножение начать сложение аргументов, поэтому умножение на АЖ начать вновление к аргументу константа. Ну, вот. Но это, естественно, уже, опять же, не глобальная, как раз, а только локальная, но, вот. Вот. Да, на самом деле пример, который хорошо бы иметь в виду, это, ну, просто вот, в дыхании сейчас встречается, Ж, С, Т. В самом деле, СВ, да, если же СВ. СВ, да, если же СВ, то, что-то. СВ, то, для СВ чуть менее очевидно, что это гладкое многообразие. Мы, когда-нибудь это доказывали или нет? Да. И это, конечно же, группа, да, СВ, это группа. Группа матов N на M с действительными элементами, обладающими какими свойствами? Ж, Л, это группа обратимых матов, это артоколи. С различным причинам, но сейчас нас СОН интересует. Какие у нее, какие у нее свойства? Свой этой матрицы, чтобы она была, СОН, чтобы она была автогональным преобразованием, сохраняющим ориентацию, да? А автогональное преобразование означает, что? Ну, матрица, что это значит для матрицы? Ну, это что это значит для матрицы? Ну, матрицу, наверное, на ее... На транспонирование... А, на транспонирование равные единицы, да? Так... Так... И... С... Вот здесь вот, если это все, значит, называется ОН. Тоже является основной группой ЛИ, но просто не связанный двух кусков, да? А один кусок называется СОН, она выделяется каким-то требованиям? А, 9. А, 9. Что определитель равен положительным, ответственным равен единице. Это отставляет на две возможности, плюс и минус единица, да? Но вот мы фиксируем, что это плюс единица. И, кстати, эта группа, я знаю, не стоя на как... Ээээ... 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 Группа всех поворотов в плоскости. Потому что антагональное образование в плоскости, так очень легко понять, является поворотами, знаете, да? Эээ... Сохраняющая ориентация, а нет сохраняющей симметрии. Вот... Ааа... Но вообще-то СОН. Но единственное, что здесь надо доказать, что СОН является классной многоговоротой. Как бы мы это... Как бы мы это сделали? То, что нам можно, я сказал, вести естественную структуру, по-многообразию, она имеет вот... Вдоху всех матов, с которым вообще векторное пространство, да? То есть это подмногообразие. Какой же это размерности? Сколько существует ортогональных преобразований? СОН. СОН. Какой размер? СОН. 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 Какой? СОН. СОН. ИН-1? Неправда. Даже СО3. СО3, кстати, это что такое. Заказание трехмерного пространства. Сколько ли там? Сколько ли там? Сколько номерных базисов. Поскольку любой, можно взять какой-то базис в качестве начального и разбираться с догаданием трехмерного пространства. Оно это не боится переводит. Это будет полностью взаимоднозначный соответствие того, как зависит от того, какой мы выбрали начальный базис. Поэтому размерность вот этого, как бы ни одна, но это просто множество размеров на базисах ВРН, да? Остановмированных. А сколько нормированных базисов ВРН? Сколько их размеров? Н? Нет. Даже в ртинге не Н. Вот смотрите, первый вектор, да? Можем выбрать, сколькими способами? А каким? Нет. Он должен быть постноармированный. Так он нулем не может быть, но ладно. На самом деле он должен быть чем? Еденичным. Первый вектор, это множество таких наборов и соус, да? И один. Един. Един. Такие, что сколярное произведение единистров-бежитов есть и микронейкеры. Единицы, если они совпадают, но если они совпадают, да? Значит, тогда Е первое произвяжит, иметь единичную длину, то это подвяжит кому? Сферия единичной длины Vr, единичного радиуса в центре значения 1, Vr. Какая размерность этой сферы? N-1. N-1. Это тоже как раздень, конечно, но оно более простое. Так. Теперь второй. Вот теперь мы первый выбрали. Где надо выбирать второй вектор? Н-1. Н-1. Он должен быть перпендикулярен. Н-1. Имеет единичную длину. То есть он должен лежать. Хоть пространство на загональном Е1, оно имеет какую-то размерность. Если это всё РН, то в загональном данном векторе это сколько? Н-1. Н-1. Но он должен еще иметь единичную длину, начислять на соответствующих сферия, которая имеет размерность... Н-2. Н-2. Она... Н-2. Она... Эта сфера уже зависит от выбора Е1, но всё время она как-то клоническая, теоретическая эта сфера, да? Дальше есть Н-3 и так далее, и так далее, и так далее. То есть неформальный шерпо-размер создает следующее, что у нас будет Н-1, плюс Н-2, и так далее, плюс 1. И это равно чему? Н-2. 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 Н-1. Н-2. Действительно для Грохи будет 3. Может быть, все слышали или не? Все слышали про то, что СО-3 топологически это то же самое, что трехмерное проектированное пространство. На трехмерной. Вот. Но это, главное, заключаю, должно соотношение не иметь. А как всё-таки доказать, что это соглаское многообразие? Можно ввести координаты с правильной корректностью. Здесь, в самом деле, нарисованных способов это сделать. Ну, там, его корректическое проведение требует некоторого обоснования, но, в принципе, способ нарисован. Ну, вот так. Смотрите. Давайте возьмем вот такой набор. И забудем в нем 4 втора, кроме первого. Тогда получится отображение естественное ям. в том, как мы знаем, ВН-1. И если я возьму здесь точку Е1. Это какая-то проекция. То что такое про образ этой точки? Если я не фиксировала, то все остальные наборы корров Е2, Е3 и так далее, да? Что образуют? Они лежат в ортогональной пространстве и образуют там установленный баланс. Ну, почему нет-то? Ну, это как-то, не правильно, не знаю. Вот. Тем самым, про образ с каждой точки выглядит как СОН-1. Вот. Более того, если я возьму и Е1 заставлю бегать в достаточно маленькой окрестностях этого, ну, вот, представьте, что, скажем, на СОН-1 мы умеем вводить локальные координаты, да? Каким-то образом. Теперь заставив Е1 меняться в некой окрестностях точки, да? Тогда понятно, что вот эти вот прообразы будут находиться в близких друг другу плоскостях. И мы сможем, а то же просто проектируя одну плоскость на другую, мы сможем просто отождествить эти прообразы. То есть, на самом деле, если мы возьмем какую-то маленькую окрестность, маленькую окрестность открытую, то ее прообраз, и заморожен, береможен, дефиарозен, как хотите, этой окрестности умножить на СОН-1. То есть, мы должны будем задать Е1, а для всех прообразов разных Е1 на этой маленькой шапочке, мы, на самом деле, можем призвать не вести единые координаты, которые пробегают вот это. Вот так, в принципе, бойся координаты. Значит, внутри маленькие шапочки на сфере, мы не всегда координаты введем, потому что сфера Е1 в нашем многообразии. Вот, а в этом находим, мы про индукцию уже знаем. Вот, это не очень удобный способ на практике, но, по крайней мере, если его сейчас корректно провести, а корректно заключается в том, что надо доказать вот это удостоверение на нас несложно. Вот, что-то действительно, как говорят, есть локальная привязь. Вот. То, это будет доказывать, что это главное многообразие. Потом мы придумываем с помощью, когда-то вот алгебры Литвы, придумываем куда более язычный способ это доказывать, но так тоже вполне может. Вот. Если мы, в общем, сделать это для СОН-3, то там что, например, первый вектор нужно будет ассоциализовать, на самом деле, двумя параметрами, да? Если считать, что мы, по крайней мере, горизонтального положения на север, то два параметра на сфере будут отклонения от направления на север угол, а отклонения от направления горизонтального, да? Вот. После этого, после этого, у нас останется СОН-2, который есть, есть, этот самый, есть окружность. И, значит, нужно будет, что за второй вектор, за один угол локальный, да? Это и есть те самые три угла Эйвера, которые используют, например, в механике летательных аппаратов. Вот такой угол для ядеря называется «рыскание», насколько мы не на север. Вот такой угол для ядеря называется «тангаж», а он называется «крем». Вот. Это локальная система координат, мы считаем, что мы отправляемся от точки, там, самолет, летящий на север, на север, горизонтально, и горизонтальными крыльями. Вот. После этого, по поверхности этого положения, у нас есть три угла Эйвера, которые все раздают. Вот. Значит, так что, система как раз пользуется даже и на практике, но нам она, в общем, нужна так, чтобы, помахав руками, сказать, что здесь наговоры. И это группа ЛИ, это группа, потому что, очень легко проверить, если мы возьмем две марки с таким свойством, то их произведение тоже будет обладать таким свойством. Поскольку транспонированное произведение, то есть произведение транспонированных в обратном порядке, пройдет, и все прекрасно сократится. Преумножение АВ на АВ транспонированное, АВ, АВ транспонированное, а транспонированное. Сначала средний, а потом внешний. Вот. Определитель... ...выбединиться. Вот. Поэтому это группа. Ну и, как бы, а почему встать? Вот. Как доказать, что зависимость, зависимость координат от, что при умножении на фиксированную матрицу, как раз у меня, это глаский молок. Как проще всего это доказать. Даже не особенно говоря о каких координатах речи. Вот. Вот сюда. То есть я просто все матрицы. Да? Если мы просто перемножаем эти матрицы, мы хорошо знаем, как меняются маточные элементы. Они меняются, ну там... Если мы умножаем на фиксированную матрицу, я не могу. Но дальше надо только сказать, что вот те координаты, которые мы уже будем, они гладко зависит от маточных элементов, поэтому... Это уже понадобится... Чуть-чуть точнее говорить, какие именно координаты мы здесь отдаем, но ясно что-то так. Ну, например, все углы, которые мы здесь мерим, они, кстати, на ответ, что я один, который, когда у нас в первом, чисто в первом столбской матрице, мы слоем в первом углу. Вот. Вот что-то такое. Значит, хорошо, это вот три примера, которые нужно иметь в виду. Особенно здесь важно, я знаю, на трем. Вот. И ситуация, которая у нас будет в механике, такая. Пусть у нас какая-нибудь группа ЛИ, какая-нибудь группа ЛИ, действует на конструкционном пространстве механической тела с дипломатизмами. Значит, путь, путь, группа ЛИ, Ж, зимний свой на конструкционном пространстве, то есть, это не важно, значит, действие группы на многосты. Кстати, известно такое понятие, действие группы на многосты. Каждому элементу группы предоставляется преобразование N, значит, для любого G. Определено какое-то R, сымерхом G, отображающее N себя. Да? Причём это должно быть, причём R, G должен быть бифломатизм. То есть, обратимое глазское преобразование да? И более того, это должно быть именно действие группы. То есть, если я сначала выполню R, G, а потом R, H, да? То это то же самое, R, G, H. Так, это левое действие, если представить, что правое яйцо. Вот. В частности, например, R соответствующей единице, мы подавляем соответственно, а R соответствующей обратному, это R соответствующей прямому обратное. Действие аморфизма, есть обратное, он не дается действие аморфизма. Вот. Примеры таких действий, примеры таких действий, ну вот, вот такие именно, значит, ну, первый пример закон сохранения энергии, действие аморфизма. Действие не совсем, это немножко особенное, например, потому что он, там действует не инструкционный процесс, он просто сам утер, в сфере, относительности, сдвиг по времени, там группа является сдвигом по времени. Ну, давайте, примерно один, это пока пропустим, а, примерно один, такой, что вот, группа R3, и действует на, действует, 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 на, M3N, вот так, Q1, так далее QN, переходит в Q1, QN, D, то, что мы рассматривали в примере сохранения мунипульса. Второй пример, который мы специально не рассматривали, потому что там все сложнее, поэтому надо сначала геометрию навести, такой, группа R3, например, называется система частиц в центральном поле, представляет в себе частицы, одну частицу, дайте одну частицу, одну частицу в центральном поле, которая взаимодействует с каким-то неподвижным центром по неизвестному нам закону, нам все равно, может быть закон с мирного тяготения, но необязательно. Вот. И, причем, причем, говорится именно с таким вот неподвижным центром. Да, там есть какой-то сон, который слишком тяжелый, чтобы его движение учитывать задачи, вот, и как с него это дело взаимодействие, может быть электронский ядром, может быть, понятно, что звездой все равно знает. Вот. Здесь что важно, здесь, как раз медленный такой трансляционный вариант, потому что у нас есть центр в системе, да, который мы сдвигаем. Вот. если уж мы считаем, что здесь все в нуле, то прибавление вектора R это активно меняет ситуация. А что есть, это инвариантность относительно инвариантность относительно автогональных преобразований. Потому что, вот как выбирать оси, координаты, трансшерства, в таком взаимодействии, про это ничего не знают. Вот. Значит, система, которая, значит, вот тогда случается так, вот здесь есть три центра, здесь частица, здесь частица, вот ее положение Q, ее конструкционное пространство это R3, вот, и на этом R3, и здесь он действует R3, просто так, как она и должна, эта матерка-актрината, и которая действует в линейном преобразовании R3. Ну, когда просто действует, ну, чтобы это была механическая задача, а не, не просто действует. Естественно, нам нужно, как мы и видели вот эту ситуацию, чтобы обед только сохраняем R3. Вот. Пусть наша группа действует на M, сохраняем R3, но это немножко сложнее, потому что у R3 не функция такой функциональной пространстве, а это функция на, на, касательном расслоении. Да? Это функция на касательном расслоении к нему. Вот. Скажите, скажите, что здесь можно сделать? Допустимая группа И действует, то есть аморфизмами, на, некотором многообразии. То есть, имеется для любого G, имеется для некоторых RG, здесь аморфизм, действующий LV. Можно ли, не имея ничего, ей все-таки нужно выполнительную структуру вводить, можно ли поднять это действие на касательном расслоении? То есть, можно ли определить какое-то R с волной G, которое касательное расслоение, которое касательное расслоение. То есть, я хочу определить, я теперь знаю, что такое RG от точки Q, да? А я хочу определить RG с волной от Q и V. Так, где Q и многообразие, а вы, из катательного расслоства с той самой точки Q. Могу это сделать или нет? Получите, я должен теперь тоже пару, стоящую из точки, катать на две простые точки. Получится .Q, точка Q, точка Q, точка Q, вот здесь вектор, так не подействует на вектор. Если бы это было просто неправильное прообразование, то никак. Но это гладкое отображение, это даже микромархизм, где-то будет неважно, это гладкое отображение, тогда что можно сделать? М1, это гладкое отображение, ВМ и ВМ, она несет особой разметности. Имеется точка Q, имеется и образ, это Q. Имеется здесь катательный вектор В. Могу я придумать какой-нибудь катательный вектор в точке Q? Здесь все то самое, только у многообразие одинаковое. Уже не многообразие в себя. Могу или нет? Хорошо? Да, да. Да, да, можно. Можно как? Координаты имеют? Ну, координаты как-то нет. То есть, вести день, знаете, в астраховую заметку, вести день координаты, и здесь вести координаты, или так. На какой-то карте? На какой-то карте. Значит, да, вот в этом, в окрестном точке Q, 1, Y1, тогда Y7. Так. Тогда что? И здесь, так же, 1, Y1, тогда Y7. Тогда, соответственно, может быть, в церковь образованиях получится M-функция, M-перимерных каждая. Матрец из функций. То есть, там где-то функция, функция есть от M-перимерных. Как повесить на катательный вектор? Чтобы он не пришел туда. Так как? Чтобы он не пришел туда? Чтобы получить катательный вектор, где? Какой-то. Матрец из функций. Матрец из функций. там куда-то переходы. То есть, все одна карта. Могли бы ввести вторую, но, конечно, вопрос там будет зависеть от карты, что сейчас скажете. А, ну, вот пусть у нас имеется карта. да. Ну, надо найти в центре изложения по тому, по чем координатам? У кого? У вектора, да? У вектора. Вектора нам представить в виде сумма аиде депо дейхитам, да, где вот этот стандартный базис в катетном татарце, который соответствует карнатам осям, да? Таким, единственным движением только карнатах осей. Так. И что? Ну, представим. Так. надо записать линейную комбинацию с образом четыре стандартных. Значит, тогда, что вы хотите сказать, что отображение данной точки на это линейное. Да. Это правильно. Это правильно, но, что надо перевести вот такую, что вот, вот пальцы век, куда мы перенаводим, сядь, переводится, вот, депо дейхит, депо дейхит, оно переходит в какую-то комбинацию депо дейхит один, так далее, депо дейхит м, да? Какие здесь будут штыки церсты? Я вспоминаю, у вас уже написано функция координата, так что функция представляет собой отображение, представляет собой набор функций от экспериментов. Причем функции ровно театру штук. Чего вас здесь ждать? Ну, так как эти функции есть, я ходил, это в какой точке? В точке Q. В точке Q. В точке Q они отображают сейчас, что они отображают? Они немножко не то отображают, к сожалению. То, что вы сказали, будет очень сильно зависеть от кардинальной, потому что если мы введем, просто вот здесь поменяем кардинаты, да? конечно, здесь поменяем кардинаты, но функции остаются те же самые, но они заменятся. вы знаете, что, собственно, надо сделать, да? Я это комитически вспомню. Что такое касательно верхнего, на самом деле, как он определялся? Чтобы потом уже расписывая координаты пришли вот такой возможности выводить его через координаты. Вот там, где определялся, он довольно просто, сквозь скорость движущейся точки, на многообразие. Это просто бесконечно малый кусок траектории с точки до эквивалентности, да? Две траектории называются эквивалентными, если они касаются в этом многообразии, то есть, когда они начинают одновременно двигаться в этой точке, то расстояние между ними это разница любой координат, нужного расстояния, да? Это малом, да? Что значит, две машины выкидывают с одной и той же скоростью? Значит, расстояние между ними в первый момент меняется медленнее, чем линейное. Если они выкидывают разными скоростями, то данный знак меняется линейное, а так она меняется сублинейное. Вот. Так квадратское и все, да? Вот. Так вот, классный килограмм для таких кривых называется реактором скорости. Мы потом взбирали, что он на самом деле записывается так, образуется реактором на пространство, так как мы все делаем. Но если... я как сказал, сбор страектории, то есть это какой-то эквариант, то совершенно понятно, что надо сделать. Если здесь есть страектория, если вестром В соответствует страектория гамма АС, которая пространство многообразия, да? То как подействовать эфематизм АСЖ на страекторию? Вот. Патент дифференцирования как раз трудно, потому что у него значения лежат не в вековом пространстве, а в кривом многообразии, поэтому вычет значения в соседней сцене и получится. не знаю, с которым опытом. Здесь нет дифференцирования, но он договорялся, когда изменяет дифференцирование. Вот. А можно не нужно дифференцировать. Это же просто точки М, да? На точках L действует дифференцирование. Давайте просто поточные подействуем. Вот. Напишем здесь RG под гамма АС. Это будет тоже гладкая кривая. Ну или здесь то же самое L, то есть V, G, 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 G. Это будет гладкая кривая, а это многодать. Что нужно проверить, это правда для гамма АС отображения R, что если я гамма АС заменил на другую кривую, о которой ей говорятся, в точке 0, то результат будет тоже изговоряется в точке, соответственно, там RG от Q. Вот. Почему? Ну, это гладкое отображение. В любых, если у меня координаты меняются, если координаты двигаются на что-то малое от C, то гладкое отображение тоже двигается на малое от C, это просто определение гладкости. Да? Потому что оно уважает ума АС. Вот. Ну, хорошо. На самом деле, если он посчитает это в координатах, то будет именно так, как и сказано. То есть на дальнем пространстве прификсированной культуре это будет линейное отображение. Ну, коэффиксенты здесь будут не самой функцией, а и частной производной. Это будет D F первое по D, ну, мне кажется, надо говорить не то, сколько D по D и плюс и так далее, а плюс D F M, D и Y. И вот это уже не будет зависеть от координат, мы это можем посчитать, но на самом деле допустим исходные определения вообще не включаются координаты. Вопрос не в том, почему вот это является координат, а почему вот это определение координата дает вот то, что написано в качестве упражнения на вспоминание всех определений, сколько D F D Y, что такое сложение в этом пространстве. Вот. вот так или иначе вот так выглядит. То есть любое абсолютно гладкое отображение из-за себя можно поднять на гладкое отображение из касательного пространства. В координатах это выглядит так. В координатах если это вот R G от Q, то вот эта пара, она действует так, она на Q действует так действовала, а на вектор V мы берем производное R G, то есть число это же матрица будет, да, это будет матрица часто производных координат по координатам. И эту матрицу сидит в координатах то есть по второму аргументу это всегда линейное отображение. Вот. Эта матрица часто производит производные координаты образы по координатам правого. Кландартная матрица она правильно действует на векторах. вот. Так вот требование которое у нас будет такое, что группа И действует на конструкционном пространстве нейтромеханической системы, сохраняя лавержаву в том смысле, что если я возьму лавержаву с волной от QV да, по действию на плану QV, который лежит как раз в касательном пространстве, вот этим расширенным потоком, расширенным действием, то это будет как будто инфинитет. И поскольку как бы мысленно все все вводят здесь, говорят, что все локальное и мы вводим координат, ну, RG без волны от QV вот такое вот и это равно должно быть QV какой бы G не было очень важно для любого вот вот здесь, например, так и было здесь у меня группа если у меня группа R3 действует на R3N прибавляя каждому вектору тот самый элемент R то у нас будет R большое и все равно нормальное а то что такое R начинается на ум она действует на набор документов векторов Q и на набор документов векторов V да тогда как она действует здесь она действует Q плюс R это условно прибавляя R к каждому элементу она продифференцирует вот это отображение по Q да и и самый и кроме V у нас во нас нужно ввести какие-то ординаты когда она сейчас единая она есть единственная наша просадка поэтому касательная просадка тоже происходит одновременно что вы видите я продифференцирую одну штуку по этот набор функций из N функций по какая будет Q1 плюс R вы сдали Q1 плюс R по Q1 Q2 как она будет выклить вот эта штука в Q1 чему предположена она в скидении по Q2 0 0 в скидении это по Q2 это будет единичная мазерца опять в скидении единичная матерца должна поделиться на скорости ничего не действует я и говорил это не движение а просто на скорости ничего не действует так а одно и то же число вот а здесь чуть сложнее здесь чуть сложнее здесь значит ну здесь а ну если 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 у меня имеется действие SO3 на А3 да здесь такое R G от вектора Q это просто G Q G я поделил матрицей из ассоции трансмерный вектор просто применив матрицы к вектору а теперь теперь если RG славной действует на пару состоящих трехмерных вектор а вектор вектор вектора вектора это из R3 а это из касательного R3 точки Q вот как это надо действовать нужно на Q повесить элементом G B она век поверхности мы можем продиффиненцировать вот это выражение по координатам вектору вектора Q применяем матрицу 13 координаты диффиненцируем по координатам вектору получаем матрицу матрицу G получаем да совершенно верно вот эта матрица G она нас вывести позицию здесь уже действие на скорости не реально только такое же как раньше это это вещь которую обычно люди не замечают что тебя вывести поменяя ватри систему каждого то у меня все одна точка изменится с равнованием и все скорости изменятся точно так же это тысячу раз я думал все делали когда человек говорит по элементарной механике вот ну хорошо изменится точно того что то же самое вот хорошо и я бы сохраняю что потому что если у нас имеется центральная система то это без левого варианта собственно выдержал может зависеть исключительно от модуля реактора да и точнее не так он должен быть в варианте зависеть от в может зависеть от в может зависеть от чего-то не вместо от произведения но нельзя потому что это не реальная вещь замена но должно быть от такого и от такого для любого хорошо значит после этого пусть у меня значит группа людей действует в многоправии а значит на его катательном растворении в парном пространстве сохраняя с генжал теперь вопрос что она делает что она делает с геметрианом я утверждаю что я утверждаю что в этой ситуации также можно подействовать с генжал самым с генжал вот теперь с генжал так же и на к касательном расстоянии как это сделать вот как подействовать и наши спички на пару состоящую из стуги g q это по-прежнему m а p это элемент по касательному пространству то есть функционално касательному пространству в чем есть проблема вот почему я не могу на самом деле написать так что а дальше я скажу н штрих g с точки q на точку почему тут неправильно мы имеем н здесь точка q g q здесь есть касательное пространство здесь тоже касательное пространство это звездочки точке g вот и видим есть какой-то ку-вектор элемент касательного пространства называется п с касательным пространством проходило в чем разница казалось бы они заморожены вообще как мегабрадия касательно пространства мегабрадия не отличается тем не менее действия вот когда начинаешь действия вытянется раньше у нас касательное пространство у нас все в порядке у нас если есть какое-то из m 1 2 2 2 1 2 2 здесь точка q здесь вектор v это m1 это m2 здесь точка f q здесь есть векция то у нас как мы знаем на каждом паре это линейное линейное отображение это линейное линейное я хочу получить действия из q касательного пространства в q касательное пространство здесь я подшу что я должен сделать с этим линейного графом действия из двойства пространства двойцев спектр линейное содержит в директор и м2 в м2 это м2 м2 в м2 м2 а м2 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 Вот у меня есть линейный оператор, и спрашиваю другое, а я хочу вот сюда. Сейчас сопряженный оператор. Вот это сопряженный оператор, да? Давайте пополам сюда сопряженная. Да, сопряженная оператор действует на элемент, пусть здесь имеется элементарство, да? Действует на элемент айфа из V1-запрылочки, да? То есть на функционал. А должен получиться функционал на V2. То есть мы должны знать, как действовать на некоторый вектор из V2. Как это сделать? У нас какой-то функционал, который должен действовать на вектор из V2. То есть что-то получится? Айфа сам есть V1-запрылочки. То есть он умеет действовать на вектор из V1. А А, я напоминаю, умеет на вектор из V1, сделать вектор в V2. А у нас есть, я не знаю, почему мы берем сопряженный. Ну, напрашивается здесь только абстрактная ситуация, что здесь практически ничего другого придумать нельзя. Напрашивается такое. Альфа, который действует на АВВ. Да? Ну, это ошибка. Придорная операция. Потому что он переносит на другую сторону. Скажите, как оно произойдет? Как оно так? Лох. Ну, это плохо. Потому что ВВВ из V2. А А на V2 здесь он не умеет. А здесь он умеет. Есть. Ну, да. Вот. То есть в общем случае ничего я сделал. На таком вообще нельзя сделать. Каномическим способом в эту сторону операция действовать не умеет. Так говорят, звездочка является контр-вариантным функтором. Потому что действуют они прекрасно в обратную сторону. Из V2 со звездочкой. А в V1 со звездочкой. Вот тут проблем не будет. Потому что тогда это будет из V2 со звездочкой. Это будет из V1. Прекрасно совершенно вот эта штука уже будет из V2. И альфу из V2 со звездочкой. Наверное? Значит, он же пойдет. Значит, давай число. Это определение двойственного операции. Но он верит. Вот. Если вы знаете, терраю. Что придется в партрафах в обратную сторону. То есть нам ничего не стоит определить вот такой операции. Что касательно партрафа вверх, касательно партрафа вверх. Это не то, что нам надо. Потому что у нас была пара точка вверх. Нам хочется получить пара точка вверх. Не разломанную пара точка в одном месте или а то в другом. Вот. Что делать? Ну, по-другому рассказали, что делал в обратной операции. Да. Надо вспомнить, что G, а вот C, является дифиоморфизмом. Поэтому к нему идите вообще обратный. И он будет R с индексом G минус 1. Штрих, сопряженный с точкой Q. И вот оно уже умеет действовать на P. То есть отсюда сюда действует R G минус 1 штрих. А сопряженное от него действует и с двойственного пятого, и с двойственного пятого. И с двойственного пятого, и с двойственного пятого. И с двойственного пятого. А вот сейчас G минус 1 штрих. Попряженное с точки Q. Оно уже здесь определено, действует на верховый. Э, ну извините, на верховый. Вот такая вот эта вот теперь все правильно. Это уже все правильно. Вот. Таким образом, если у нас есть действие группы Ли с дефиломорфизмами на многообразие, то эта же группа действует дефиломорфизмами как на катательном, так и на кокосом, на слоенном. Здесь нужна именно действия группы, потому что здесь мы используем групповую речь. Ну или, если угодно, что Р является дефиломорфизмом, то она может быть обратная, С, 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 С. Вот. Так или иначе, так или иначе, это мы определим. Вообще-то, по-хорошему, надо посвятить примерно три лекции. Я не могу сказать все это по-человечески, но я надеюсь, что, во-первых, это, может быть, кому-то уже известно, или, может быть, кому-то уже расскажут потом, поэтому, короче, сейчас малую часть, потому что не нужно. Не нужно порядка и социальной формы. Я без него уже теперь не могу. Вот. Значит... Что это такое? Вот имеется мобиоматрия. Нет. Это уже абстрактный конец. Она замолвствует механики и несет. Кто-нибудь раньше имел делать официальные формы? Один формы. Но нам нужно ноль формы, а один формы и два. Все-таки один нам не хватит. А ноль формы и фу. Вот. Значит, имеется вот такая лекция. Теперь в каждой точке фу имеется сначала нескатательное пространство в этой точке. То есть, элемент его назвать вектором. Вектор. А теперь представьте себе, чтобы вы задали вектор в каждой точке. Какой-то V вот тут. Это довольно-таки назвать векторном поле. Векторное поле. Векторное поле. Поддержащие цепь у а3. Векторное поле. Любое условие, что этот вектор зависит от своей точки положения гладко. Здесь уже не нужно выяснять, что значит гладко, потому что раз это многобарит, можно ввести координаты. Соответственно, у вектор тоже появятся координаты в базисе. И вот эти координаты в базисе должны зависеть от координат точки положения гладким у. Я просто трогаю каждый раз, что фарш глаз ты заветить не будешь. Вот. Это похоже немножко на отображение. У нас, понимаешь, не совсем отображение. Это вообще немножко отображение. Потому что для каждого куба я пользуюсь в своем пространстве. Ну, в течение рассвоения. Так вот. Значит, хорошо. Хорошо. Теперь тоже просто. Здесь имеется также еще и ко-катательное пространство. Это звездочный Q от R. И здесь можно задать ко-вектор P. Я на этом назовем A. Ко-вектор. Это для него ко-катательного пространства. То есть функционал на касательном пространстве. Функционал, который каждому вектору сопоставляет число. Если у меня эти векторы-корректор, я могу испарить и получить число. Это будет ко-вектор с точкой Q, и это будет вектор с той же самой точкой. Векторы-корректор разно, то что испариться конечно нельзя. У меня все определения получится. Вот. Если я в каждой точке задаю ко-вектор, два сказавящие точки продолжения, то это задать ко-векторным полем, или для нас цель это более, это два термин, для нас цель самое более важное, это один пол. Дифференциальный один пол. Вот такое ко-векторное поле, это дифференциальная одинформа. Кстати, что будет, если у меня есть векторное поле, и ко-векторное поле? И через каждую точку спальню. Что получится? Какой объект? В каждой точке получится число. 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 Просто число зависит от точки, как это называется. Скалярная точка. Назовается, ну, так тоже, называются вообще функцией. Это функция на многообразии. Потому что просто функция на многообразии. Это называется ноль форма. Дифференциальная ноль форма, она, в принципе, просто удобная. Я объясню. Почему? Это просто функция на многообразии. Это самое простое. То есть два форма немножко сложнее. Два форма, это уже, значит, это линейная, линейная функция на касательном пространстве. Так вот, два форма, это билинейная, фотосимметрическая функция на касательном пространстве. Два форма. Ну, то есть, так, два форма, это, кто-то сказал, косует два бико-вектор, два бико-вектор, бико-вектор, а это два форма, когда с каждой точкой. Значит, два форма. Для любого ку и всем задано билинейное сопрожжение, где В1 и В2 из касательного пространства. Билинейная форма на касательном пространстве. Причем, билинейная форма симметрическая, альфа-тунж, знаете, омега-тунж, альфа-тунж, 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 омега-тунж В2 В1 равняется минус омега-тунж В1 В2 Сейчас, если поставить в 2 одинаково, приятное, то будет 0. Ну, к билинейно-симметрическим формам люди, в общем-то, привыкли, да? Все знают, что билинейная симметрическая форма она скорярное произведение. Знаете, я пока не уважительно определён, знаю, значит, все скорярные произведения, да? Вот. Это то самое, что квадратичная форма. Все это понимали, да? Что квадратичная форма от одного аргумента или билинейная форма от двух аргументов это две вещи, которые можно друг через друга пересчитывать. Ну как? Если у нас есть билинейная форма это замечание в сторону немаловажное если у нас есть билинейная форма в суе от В1 до В2, да? то я могу определить квадратичную форму дайте пусть, что будет, Б я могу определить квадратичную форму от одного вектора как просто В от ВВ, да? А обратно Я имею симметрическую, что очень важно, для линейную форму, я имею вот отличную форму, то есть она симметрическая. Как это сделать? Ну, тогда надо считать Q от суммы, от V плюс W. Ну, считая, что она уже так задана, что нам просто надо восстановить B. Как это получится, если я подправлю сумму, а B линейная как по первому, так по второму аргументу? Что получится? Просто раскрыть я в полном. В. Так, V плюс W, V плюс W. Чему это равно? Ну, а линейная по первому аргументу, а по второму, поэтому плюс можно раскрывать, да? Это сколько получается? Ну, B от V, V плюс... В. 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 форма образовательной пространства, но все-таки не самое интересное. Такая функция, можно сказать, что? Кстати, не были вы примерно в Донецк, но, ну, что? Желательно еще временно. Первая же идея, конечно, будет правильной. Во-первых, иксы можно умножать только на иврике, да, потому что по иксам должна быть линейность, и по иксу нужно многочняв, и по иксу линейность, и по иксу линейность. То есть каждый член, каждый маном, может иметь икс какое-то на икс какое-то, да. И вообще, в общем случае, у любой линейной формы, в том числе, у костюмптической есть матрица, она вообще-то равна деталь, надо взять координацию вектор Ва-1, умножить, ну, по иксу, умножить на несколькую матрицу Омега и умножить на несколькую матрицу Ва-2. Вопрос только, какая матрица Омега. Матрица, наверное, костюмметрическая, она сейчас не будет костюмметрической, да. Ва-2 это фактически все определяет, какая-то, какие-то, какие-то, вольфо-симметрической матрицы, так уж много. На диагонали у них обычные нули. Один. Один здесь, и минус один здесь, но основное, вот, по иксу, прям просто функционально. Что это за форма, которая пишется в карнатах xy? x1, y2. Это x1, y2 минус x2, y1. То есть определитель матрицы x1, y1, y0. Да. Вот. Вот. Это перенейная костюмметрическая, мы хорошо знаем про праздливная форма. Вот. Матрица ее, соответственно, 0,1, 0,1, 0. Турмная костюмметрическая форма какая-то. Если у вас есть просто векторная пространство, или он просто теоретическая линейная форма, то там всегда есть базис, в котором матрица имеет такой вид. Здесь есть по диагонали, там, скорее более простая, чем для синтетической формы, там, где... По диагонали здесь несколько блоков два на два, которые все имеют в точности вот такой вид. Вот. Ограничивает этот формат из четкого размера. А все остальное, случайно, вот весь этот коридор еще не блок, все равно 0. Не знаю, с базисом. Но, в частности, может быть, тождественная ноль, если бы тождественная ноль. Вот. Любую форму можно, наверное, как раз прийти к всего одному виду. В отличие от форм квадратичных или, если угодно, глинейных. Здесь нет вариантов такой индукционерции. Здесь есть только рак. Как считаете, что до этих вот квадратик? Может быть, сильно выражено, я не сильно выражено. Когда ноль, что... Если размер нечетной, то объединенная констинентрическая форма всегда выразлена. Это связано с тем, что в матрице констинентрически нечетного порядка определится всегда ноль. Это вы знаете, чем ноль? Констинентрическая матрица нечетного порядка определится ноль. Какой характеристик отличный от другого. Транспонирование приводит к смене знака, да? Как транспонирование влияет на определитель? Ну, ничего так, да? Меняет знак определитель. Да. А на другое, что на транспонировании не имеет права менять знак определитель, вообще не имеет права влиять на определитель, так на смене определитель не менять. А то в основном, поменяли знак нечетного количества строк, значит, он должен поменять знак, значит, он должен должен. Вот такое. Ну, собственно, вы видите, структурная теорема. Доказывать я не буду с моими вкусными алгебрами. Вот такая штука. Вот такая штука. Вот. Так вот два формы. Называется ситуация, когда вот такая форма, это косметрическое объединение формы, в каждом касательном пространстве, в каждом касательном пространстве, и, при этом, еще, главное, на весь этот точек. Сейчас надо объяснить, почему звезды здесь не похожи с определениями, и как они связаны. На самом деле, можно и са форму определить, а просто их не понадобится. Пример дифференциальной два формы. Ну, пример по векторному полю, я вам говорю, функции по векторному полю определить не буду. В функции есть функция, а корректорное поле возьмите в любую сферу, но я нанесусь векторное поле, а потом скажите, что там есть коррекционное произведение, заимствовано из R3, поэтому что вектор, что корректор одно и то же. Вот. Когда вы определяете рассчитывать, насколько это звучит, значит, неважно. А вот два формы, G2 в R3, в R3, в которых нужно снять, чем надо, метрики там, соответственно, объемом. Вот. Тогда здесь есть вполне каноническое два формы, сразу касательно пространства. А именно, если я возьму вектор V1, а это настоящий вектор V3, правда? И вектор V2 именно в этом порядке. Тогда я натягиваю на них параллелограмм и считаю его площадь. Все знают, что это билинейная форма, на самом деле. Что площадь, вот если у меня площадь, площадь, пилограммная, там, параллелограммная вектора, V1, V2, зависит от каждого из этих векторов линейным консулом. Вы не знаете, смотрите, значит, что V2 стоит V2, да? Что называется V2, как туда, смотрите. Тогда вот здесь стоит сумма. V2 плюс V2, V3. А для суммы это жестокованный параллелограмм. Чем отличается объединение двух предыдущих параллелограмм? Тем, чтобы вот этот послеугольник приклеили, а вот отсюда его точно такой же отрезали. перенос на шампуточек. Поэтому площадь у них одинаковая. Вот. Но единственное, что площадь, вроде как всегда, положительная, и поэтому это, на самом деле, не совсем линейная форма, чтобы областить напередине, надо еще площадью предоставить правильный знак. А именно, если пара V2 и V2 ориентирует проще читовой слезы, то поворот по первому по второму проще читовой слезы, то плюсы, даже минус. Вот. 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 Поэтому, чтобы здесь это было так, у нас двое линейное двое есть, площадь его мерить умеем, потому что все вложено в V3, мы там, площадь померить обычным образом, но единственное, что нам сказать, какая пара V2 касается в сфере правой, а какая левая. Просто V3, у нас нет способа относить правую пару от левой, да, потому что мы перевернули, и все. Да? Мы, если нет, это касательное к сфере, то у нас есть способ, потому что в касательной сфере где есть ориентация. Ну, какая пара называется правой? V1, V2 правая, если что? ... Если поворачиваем, в сторону, какая называется положительная на этой сфере, да, как выглядит она? Как еще можно сказать? 调ㄹ положительная сторона, на этой сфере. Ну, один из способов такой, спешить радиус вектор, да, в этой точке, давайте мы добавим, конечно, третьего, и потребуем, чтобы тройка V1, V2, R была правоориентирована, а вот эта вещь, у нас в метропространстве определена, мы не можем право-влево и право-движение, да, вот, то есть пара V1, V2 в точке R, или Q, неважно, правая, если тройка V1, V2, Q, ну, правая уже, как можно, пространство, ну, вот, так и способ, это, такая, ориентированная сфера, вот, так вот, это тем самым, облинейная форма, вот, если вот оно ориентированное площадь формулограмма, это облинейная косметическая форма, на сфере, да, это форма площади, вот, ну, хорошо, зачем я это все рассказываю, дело в том, что у, у, этих самых, у форм есть, замечательный теракт, с вами дифференцированная форма, который превращает 0 форму в 1 форму, 1 форму в 2 форму, Александр и 2 форму в 3 форму, и так далее, и так далее, и так далее, давайте я пишу сначала дифференциал, который превращает 0 форму в 1 форму, 0 форма это функция, значит, DF я обещал, что это будет 1 форма, значит, ее можно вычислить в какой-то точке Q, и применить позицию генера вектор, который живет касательно, который живет касательно процента с той самой точке Q. Как это сделать? Сделать это довольно просто, это вероятная функция, а когда М, это точка Q, это вектор В. Вектор В задан некоторой траектории все, что следов касания, да, то есть вектор В задает некоторую траекторию гамма С, в более задавательном значении ее скорость в дуле равна лучше, да, но мы помним, что и есть определение, на самом деле касательно говорится, здесь описано по второму делу. Вот, тогда мы сделаем следующее. Кроме того, значит, вектора есть функционер на этом многоваре, то есть функционер, который, как бы точно не говорится, представляет действительно число. Тогда мы сделаем довольно очевидную вещь. Мы ограничиваем функцию на траекторию, то есть рассмотрим F от гамма от C. Получится функция действительного переменного, то есть просто время, да, ну, которая в нуле, значит, F от гамма от нуля, просто F от Q. Так вот, вот этим вот действием мы назовем производные, вот я в дискуссии одного переменного, и это равно не будет. Я убеждаю, что при замене гамма на другую, в другом представителе того же самого класса, того же самого класса, ничего не изменится. Ну и действительно, представьте себе, что здесь есть лифиозные координаты, да, то есть лифиозные координаты. Тогда гамма, это просто набор гамма от C, тогда гамма от C, тогда гамма от C. При этом V это просто набор V0, V1, Vn, Vn, да, тогда, при этом мы знаем, что гамма от C в три фигуры, значит, равно Vn, да. Тогда-то мы можем просто посчитать F от гамма от C, нам realisant C, плюс Vn, да, кос malisant T. И drilled T, равно C, плюс x, 0. Иamyg, что это нам outstanding. Нужно взять частную производную F по ее икому аргументу. С какой точки ее взять? Точку у нас исходной в блоку координатами 0, 0, 0, 0, 0. Ну больше забрать, так каждый раз подобрать. Когда гамма и катера, у нас у нас есть, потому что для любого иктора, что у нас стоит в данной времени 0, что походит часть точка Q. Эти производные должны отбрать с точки 0,0 и умножить на производную гамма-ит-штрих, тоже в точке 0, то есть на ВИТе. То есть мы видим, что все зависит только от V, только от производных в нуле. Если наши шкандаты введены в результате, мы возьмем другую кривую с той же скоростью в нуле, получим тот результат. Тем самым, введя на секунду карнат, мы доказали, что вот это определение не зависит, корректно, что оно не зависит от выборов представителей в классе V. Да, представитель только его, который представляет в классе V. Великограды считали, что зависит только от V. Хорошо, хорошо. Это значит тем самым мы любой функции сопоставили один формул, который называется дифференциалом этой функции. Ну раз уж, ну хорошо, раз уж мы такое делаем, давайте, давайте вот что мы делаем. А нет, ну ладно, мне сейчас надо еще одно обозначение ввести, иначе я не могу сформулировать свой скаженный вопрос. Представьте себе, что имеется, имеется две системы координат. Система координат ведь на любом многообразии, это ничто иное, как набор функций. Образумно, не на том многообразии, нам это и не нужно. Ис-1, 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 я напишу не совсем корректно, Ис-2, В, хотя на самом деле это открыто множество из карты, да? И это тоже функция координата. Значит, мы тоже можем вычислить дифференциалы. В том числе они сможем вычислить дифференциалы в любой точке. То есть, мы можем вычислить дифференциалы в любой точке. То есть, мы можем вычислить один аску, да и н аску. У нас это один формы, то значение эти точки, это элементы какого пространства? Они умеют действовать на векторах, значит, сами являются ко-векторами, функционалами, да? Значит, это элементы ко касательного пространства, точки ку. Утверждение довольно очевидное, что эти вектора возлюблены. Камер закатывается. Вот так. Вот так. Этот базис двойственный. К базису. Это у нас базис. Базис двойственный. Базису. Базису. Д по ДХ1 в точке вху. Д по ДХ1 в точке вху. Д по ДХ1 в точке вху, который базис в пространстве в пространстве. Да, у нас был в касательном пространстве. Система канала был связан базис. Это были вектора скорости движения техничной скорости по координатам. Когда у нас Д по ДХ1 в точке, это скорость такой кривой. ИТ кардината меняется как за И равно Т, а все остальные равно 0. Вот. И это действительно двойственный базис. Потому что если я вычислю Д и ИТ от ку, подействие на Д, то Д и ЖТ от ку. То что у меня на самом деле разбудено, применим определение? Представителем вот этого вот вектора имеется кривая в координатах с координатами 0, С, 0. Здесь С стоит на интерминте. Теперь я должен, поскольку я вычисляю дифференциал от функции с ИТ, я должен теперь, на ЖТ почти два раза уметь, я должен взять суть ИТ от такой вот штуки. Чему это равно? ИТ у координат в этом векторе равно Т, если это И равно Ж, и 0, если не равно. Если я после этого продифференцирую по С, ну и подставлю со равной 0, хотя это уже будет неважно, потому что константно, получится действительно все украинственно. Это и ЖИТ. Не равно ЖИТ и Д и НИТ, а иначе 0, иначе 0 еще будет дифференцирую. Вот. Вот. Значит, действительно двойственная банка. Двойственная банка. Значит, вот здесь написана такая вещь, что дифференциал функции, здесь вот, равен сумме ее частых производных по координатам, на дифференциальную форму депуриция. Это, что сказали, иногда называются определением, иногда называют чел, но для нас в принципе некой факт. Более того, это, собственно, доказано. Значит, здесь написано равенство, что касается пространства. Да. Это элемент, что касается пространства. Это тоже, если бы сказать, как q, на элемент, что касается пространства. Да. То есть, q вверх там. А это число. Частое производство — это просто число. q. И если q начинает пробегать все, все награвравлено, то это равенство, что я должен q брать, и это будет равенство в пространстве дифференциальной формы. Дифференциальная форма df — это сумма, это дифференциальная форма df qi, умножить на функции df под dqi. Ну, точнее, это не разумные, а в радио на пуске, в карте. Для того, что дифференциальные формы можно умножать на число в каждой точке, а значит, они представляют собой модуль над кольцом функций. Их можно умножать на функции. Потому что их можно складывать, их еще можно умножать на функции. Потому что это означает умножение на число в каждой точке, а линейность нам гарантированно. И линейная форма является линейный процесс. Но хорошо, это в один форму. Теперь в два форма. Там интереснее. У меня имеется один форму альфа. В каждой точке форма лежит в q касательном пространстве. Ее значение так, что может действовать с этой формой этим значением на векторах касательных дифференциальных радио в точке q. в точке q. Теперь я хочу произвести из нее g альфа. И это должны быть два форма. Да? В точке q. То есть, должна быть такая вещь. Я должен уметь вычислить эту штуку на паре векторов v1, v2 и cqm. Вот, cqm. Так, чтобы это было линейно по каждому из них и будет симметрично. Ну, давайте я скажу ответ, а потом скажу, почему он правильный. Ответ такой. Вот любая форма альфа может быть записана в виде локального. То есть, даже в локальной операции, как любое дифференцирование, это сразу дифференцирование. Оно должно зависеть не только от значения в точке на значение в сколько угодно малой дифференцированности. Производная функция не определяет ее значение в точке, она определяет ее значением в сколько угодно близких точках. Поэтому здесь можно считать, что у нас все происходит уже в мете дифференцированных координатах, практически в РФ. И вообще задача здесь проверять, мы не обратим. Поэтому любая форма, по крайней мере локального, здесь записана, как сумма альфа. Ну, давайте. Альфа. 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 4. И это какие-то функции, И это перемена. У это q1, и так далее q1. Это все, но в координатах не нужно координат. Тогда по определению, d альфа, то есть q, это такая вещь, что сумма и равняет, значит, i меньше j, n, д альфа по д ку житому, минус д а житая по д ку и тому, на д ку и, внешне на д ку житом. Это битом. Вот это вот два форма. Это элемент, это два форма, фоксикметическая, длиннейная форма, на катальной пространстве. Определирована вот как? g ку житая. g ку житая. g ку житая. Давайте я определил, я буду прям внешнее произведение двух, один форма, один форма, это один форма, да? Я сейчас прямо скажу, мю и ню один форма. То есть функционалы, мю и ню это элементы по катального пространства. Тогда мю внешне на ню, здесь вот на парке второго v1 v2 из катального пространства. Ожидаемым образом, ню на первой умножить на ню на второго, в этом форма, это угадает длиннейное выражение, да, умножить на первого, линейное по второму, потому что у нее есть имейные функции. На интернет капитал метрии в мю и ню на второго, мю от первого. Вот так определяется внешнее произведение. И вот здесь вот написано два форма, которая записана как сумма, сумма, Внешних, вот таких вот два форм внешних произведений, с коэффициентом, которые тоже постсиметрическая такая вот, постсиметрическая такая штука. Только давайте сообразить. Нет, все правильно, все правильно. Нет, если вот так, то с минусом. У нас не повторяется индекс, что все так. И меньше жидкость, если и равно жи, если мю равно ню, то получается ноль. Эта операция внешнего умножения про векторов, она сама постсиметрическая. Если я ню умножу на ню, то будет то, что она с другим значком, да? Вн2 подсадится в другом порядке. Вот, поэтому действительно постсиметрическая форма и сама операция постсиметрическая для меня. Вот такое вот дело. Значит, что здесь плохого в этом определении? Ну, возможно, здесь используются координаты. Используются координаты. И вообще-то надо доказывать, что эта штука не зависит от координат. Не хочу разобрать время, поскольку на самом деле я совершенно понятно, как это сделал. Просто с обстановкой формулы, если у нас есть другие. И тогда это не образуется частично. Я получил процедуру замены координат. Для этого можно вычислить D, какой-то уже D' но координат, связать его вот с этим. Затем вычислить, как меняется производный, и все получится. Разумеет, вы знаете, у нас стоит некоторая геометрия, но геометрия для этой глубокии она очень простая, и тогда мы бы не смогли наличиться только 1 и 2 формами. Надо бы сейчас вводить K форму, чтобы объяснить, почему это варианты без вычислений. Поэтому давайте мы мне просто проверим. Теперь следующее замечание вот такое. Сегодня, по-видимому, будет чуть-чуть затягиваться, потому что я не хочу бросать диффицирование диффицированных форм посередине, пока будет тут двор. Значит, следующее замечание вот такое. Представляете, что у вас показали, это просто 2. Это просто 2. Отдельно не у меня, У меня есть такая форма, значит, у меня есть как град, как град и х 1 и 2. Я хочу такую 1 форму. dx1 плюс x1 dx2. У меня есть права, да? Вопрос. Является она дифференциалом какой-нибудь функции? Вот dx1 это, что сказать, форма, которая находится на вектор горизонтальный здесь из единицы на вертикальный нулем. dx2 наоборот, потому что это привезен в базе сверх 2. На вторую форму еще умножаем на x1. Это в разных точках разных. Есть такая функция dx1 и dx2, которая округлась по дифференциалу. Я думаю, что если у меня есть функция dx1 и dx2, то есть дифференциал в точке dx2, а частая произвозная. Вмножится dx1 плюс частая произвозная на второй соординате умножится dx2. То есть вопрос такой. Бывает ли функция, в которой первая произвозная, только произвозная по первой, переменная равна, почему? dx1. 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 dx2. dx1. dx1. dx2. dx1. Возможно. Возможно. Это мы помним на первой лекции выясняли что-то похожее. Про потенциальность поля. На первой секунде семинаре. На первой секунде семинаре. Да. Да. Выясняли. Да, просто нет. А почему нет? Потому что первая лекция. Можно проэфференцировать x1. Ну. То есть только что это функция двух переменных. Это x1 плюс c зависит от x2. x2. Да. И что? А вторая это x1 и x2. Тогда надо продифференцировать до x2. Да? Мы предваряем. А сюда можно продифференцировать до x1 плюс c от x2. А если теперь продифференцировать до x2, что получится? Да. Эта производная уйдет. А это даст какую-то функцию, завище от x2. Напить не x1. Но это да. Но еще более простой способ. Или это сварок говорит. Потому что еще более простой способ должен стать ложкой. d2. Вот x1. d2. Чему это равно? Так. В первом случае ноль. В первом случае, если мы это продифференцировали по x2, то будет ноль. А если мы напишем в обратном порядке, то нам надо вот это дифференцировать по x1 и получится 1. Но мы знаем, что у кваски функция эта вещь, а порядка дифференцировала не имеет права. Вот. Вот. Значит, дифференцировать такая штука не равна дифференцировать. Да? Это замечание. Значит, второе замечание вот какое. Вот пусть у меня имеется дифференциал функции. Уже теперь на любом нагабайде, насколько я вижу, на локальном вопросе, то можно сказать, что ВРС. Дифференциал может сумма. ЗО. ЗО. ЗИИД. ЗИИД. Я аргументы систематически опускаю этот. В каждой точке. Да? Что будет, если я от этой один формы вычисли еще раз дифференциал? ЗО. 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 Ну, если применим вот эту формулу. Мы не проверим, что он ненавидит этот координат, но применим, то мы ее можем. Это И равняется из них совет. Ну, давайте. ЗО. ЗО. Прежде всего, это линейный оператор. Да? На формулах. Поэтому, если он примерит их в сумме форм, то это просто в сумме. ЗО. 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 Теперь у нас уже форма записана в таком виде. А, давайте извините, ведь я сумму эту суммирование уже сделал. А, давайте я на реакцию замещаю я сделаю, сразу можно писать в майную сумму. Да? Сразу можно писать двойную сумму. Будет сумма. И меньше шлюи, если я не отодвинется до n. Дальше, что я должен сделать? Должен взять и ту координату, продефицировать положительной переменной. Это будет Z по DXJ от DR по DXI, да? Потому что AID это DX по DXI наоборот. Минус наоборот. Житую координату продефицировать в таком виде переменной. И умножить это сделано на внешнее произведение поиски на две лица. Что у нас получилось? Что у нас получилось? Здесь получилось просто так же, да? Две смешанных частных производных сразу в порядке дифференцирования. По истому житому, по истому истому. Сразу именно. Поэтому, что это такое за мистическое действительное действие, даже можно не думать. Все равно получается много. Это знаменитая равенство, с этой квадратом на 0. Но знаменитая тема, что оно действует не только на 1 и 2 формы, а на 1 форму любого, любого индекса. Но... Какие перчатки, может быть, коммунитативные, представляете? Да, и оно вообще довольно много. У меня дали обобщение у этого дела. Вот. Но вот это первый пример того самого, с этой квадратом на 0. Я, кстати, еще раз доказываю, что вот эта штука не есть df. Потому что, если я вот эту форму вычислю дифференциал, то что у меня получится? Мне нужно будет вычислить дифференциал от dx1 плюс дифференциал от dx1 dx2. Да? Но мы еще пока не знаем, чтобы хорошо изучили свойства этого оператора. Но на самом деле, смотрите, здесь будет d квадратом dx1. для квадрата, а на 0 это можно доказать. Поэтому это сложно. Да? А здесь у нас дифференциал действует на произведение функции и 1 форм. Ну вот можно, конечно, написать формально по формуле, но можно и, вот что сказать, что на самом деле, дифференциал от произведения действует ровно так, как он прибыл для оператора дифференцирования. Это dx1, он действует на функцию, внешне на dx2, плюс, наоборот, dx1 остается, а dx действует по второй со множицей. Но это дает 0, потому что d квадрат, опять же равно 0, поэтому ответом будет dx1 на dx2. Разница вот этих вот коэффициентов, на самом деле, можно dx1 на dx2. То есть не 0. А если бы это был дифференциал, то был бы 0. Вот. Вопрос для размышления ведомо обратных. Если у вас имеется 1 форма с нулевым дифференциалом, верно, что надо взять не вредить дифференциалу функции. Вот. Ну хорошо, а зачем нам у вас осталось? А вот зачем? Я сейчас определю вас очень красивую 2 форму. В качестве... Вот я уже ее определял на касательном, на этом там, на сфере, но сейчас у меня подложка будет совсем другая. Вот. У меня является произвольное многообразие n, которое у нас будет обычно с инференциалом пространстве. Обычно будет с инференциалом пространстве. И теперь давайте рассмотрим в качестве нового многообразия n его покасательное расстояние. То есть это многообразие, у которого точками будут сплавы, состоящие из точки Q и Z, Q и Z, и Q вектор QS, той же самой точке. Тоже n. Вот такую вот н. Это, на самом деле, многообразие. Размерности какой? Если это n верная, то это размерности... Ну, на точку нам нужно n координаты, да? А на коль вектор данной точки сколько надо координатов? Сколько размеров тут этого касательного постранства? Тоже n. Тоже n. Тоже n. Значит, ожидаемым образом здесь нужно... 2n. 2n координаты. Совершенно верно. Более того, более того, они у нас есть уже. Точнее так, если на m есть какие-то координаты Q1 и так далее Qn, да? То у нас вот здесь тоже есть координаты. Потому что мы видим другой вектор, любой какой вектор, в точке Q, да? Можем теперь нажможить однозначно. На альфа-1, Zу-1, плюс и так далее, альфа-n, Zу-n. Вот эти вот координаты... Координаты в этой точке Q и B Поэтому координаты точки Q и B будет такой, будет набор Q1 и так далее Qn, то есть Q, и набор альфа-1, альфа-n, этого самого Qn. То есть любая система координатной подможки, у нас есть автоматическая система координат на Ко-касательном расстоянии. На Касательном то же самое, для нас начинается нет. То есть у меня появится D, Q, будет боится D про D. Вот. Так вот, вот сейчас я на этом многообразии, определю два формул. То есть координатметрическую бельминейную форму на множестве векторов, касательно ко касательному расстоянию. Такое, конечно, уже в начале легкая контакта, что-то сложно. Ну, это не сложно идея, но здесь много врат переходов двойственного, много индексов, поэтому надо быть очень аккуратным, если попробовать на свою картинку. Эту форму очень легко стоять в координатах, но нам будет доказано, что она не зависит координат. Смотрите, можно ли мы ее определить? Нет. Значит, белая контакта. Да? Вот у нас есть точка Пу. В ней есть ко касательное пространство это. Да? Теперь я хочу понять, что такое касательный вектор касательный вектор касательный вектор К этому самому К по касательному пространству. Что такое Т в точке У В и на точке У В. Что это такое? Ну, это мне нужно как. Касательный вектор это шла и говоря на эти кривые. То есть, мы можем сделать здесь кривую У от Т и здесь кривую В от Т да? То есть, две кривые У от Т лежащие В и В от Т так что при каждом теле лежит по касательному пространству. Это вам, я думаю, еще и много ученых напоминают это расширенная проектов механических инстинк. Да? Вот. Две таких две таких траектории называются эквариантами и они касаются. И соответствующие траектории П касаются то есть, Ку касаются то есть, траектории П касаются, да? В точке вектор А в нулю. Вот. Вот есть такая вот значит, расширенная траектория Куас В Теперь у меня есть одна значит, это вектор В1 это класс траектории я так напишу Ку1 Ку1 да? Теперь есть В2 это класс траектории ему соответствует траектория Ку2 В2 Куи в принципе никак не связаны да? Они просто если две траектории похожи не забудут эту точку в том, что это рефляция касательного пространства в точке Фу П это значит соответственно Фу ИТ от нуля равно Фу П ИТ от нуля равно П для И равно 1 то есть начальное импульс мы как-то начали по-разному их меня вот теперь на паре таких траекторий предстоит определить число на паре таких траекторий предстоит определить число я думаю, что после того, как вы это все написали ответ будет мгновенный я напоминаю еще раз с ним начальная точка это элементы п начальный импульс это элемент указательного пространства и что таким образом имея две точки две траектории и две траектории импульсов определить два формы два формы два формы нет, да это что такое да, это мы обсудили даже два формы это то, что язык мистерород делает одно число да, то есть биолинейным и потосимметрическим образом вот ну давайте думать как просто можно скомпановать имея хрестурию само можно пострадать вот здесь вот надо здесь гензиковой тарелки векторами сейчас другого не придумаешь имея траекторию q1 мы что можем построить? а? а? можно построить сказательный вектор q с точкой в нуле да вот эта траектория выставляет собой какой-то вектор сказательный к исходному да и это то же теперь как умеют вам вот эти векторы идти на траектории по х и что-то построить ну давайте я напишу ответ поскольку времени уже немного значит надо взять как это правильно сказать потому что я не хочу писать поитоисточек потому что поитоисточек в разных стеклянх в разных пространствах и я не очень не очень могу это себе позволить хорошо давайте знаете что я сделаю я скажу все равно я буду основную теорему заказывать в следующий раз когда я сейчас дам определение наиболее короткое но не самое понятное а в следующий раз будем с ним разбираться давайте сделаем следующее давайте я определю один форму я определю один форму от вектора v сейчас забуду второй вектор у меня есть просто один вектор из из касательного пространства в точки qv d m т.е. q n v d n т.е. это у нас представлено в истории qt pt тогда форма n это v примененная в точке v здесь все честно это лежит в касательном пространстве 5 в точке q это лежит по касательному пространстве 5 в точке q значит q вектор может действовать это отчеток а таким форму ничего больше не требуется что такое v v v это v сейчас v v это вот такая штука это элемент касательного пространства по касательному расслоению в точке qv он представлен кривой qt по ht то есть фактически вот это а это импульс странно что от t вообще ничего не зависит а t ничего не должно зависит он представлен кривой с точностью заказания в нули а вот это один вектор это не поле это не поле один вектор я не должен лестить на поле но я думал один вектор вот это один форма на по касательному расстоянию что угодно а два форма а нет это ее резинциал вот теперь какая зачем мне это нужно ну давай я скажу как она записывает я сказал что у меня есть есть координаты координаты на по касательному знаю есть координаты q1 и так далее q1 альфа 1 и так далее альфа n в для любой системы координаты альфа n получается такая двойная система как раз на касательном расстоянии лемма 1 лемма 1 сейчас в следующий раз проверим что что координаты вот эта форма она в сумме может быть точно это знак ты сейчас не соображаешь g альфа кица 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 дп на дку так называем альфа 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 не нужно называть поступая день так далее спаядно альфа значит альфа это первое утверждение но это какое-то вычисление не сложно вот а теорема вот какая теорема вот мы начинаем с того что у нас имеется действие у нас имеется действие группы ли но у нас имеется просто дико и альфа и а нет имеется действие группы ли дико марксизмами на любом наговоре на конструкционно-пространство механическое системы на конструкционно-пространство механическое системы тогда из этого мы строили действие ляфа кица на ее покатательного слоения вот теперь на этом покатательном слоении которое мы называем наградином имеется два формы омега здесь и здесь теорема важная заключается следующее вот такое действие сохраняет этот вакон теорема следующее что если я возьму два если я возьму точку давайте назовем так кубку В по касательному слоению да и возьму вектор В касательный с точки кубку по касательному слоению только возьму не В а Вайзен Вайзен два формы Вайзен Вайзен теперь я сделаю следующее я возьму вот эту форму омега в точке сур В это получится билинейная косметическая форма на основном касательном пространстве в этом я могу применить ее при втором В1 и В2 утверждение теоремы заключается в том что если я на все вот это подействую вот таким рж то результат не изменится а как я могу это сделать я должен поверить что и на результат даже число не могу и на точку и на век и на вектора я тоже могу подействовать и вот так как мы обсуждали там в начале потому что когда что бы это ни откуда бы это ни провал это просто дефеомартизм на говаре n и если он переводит точку пупе какую-то другую точку фу-стрих 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 то касательный вектор приложенный здесь можно перевести в касательный вектор приложенный здесь с помощью производной вот этого отображения это так в любом на говаре то что это по касательному расслоению и так будет специальный вектор здесь вроде не играет значит тем самым можно вот этим векторам применить производную RG с пичкой штрих с точки ку-пе примененная ку-1 и она же примененная ку-2 вот но здесь значит еще раз чтобы написать правую часть RG может быть абсолютно любым дефиоморфизмом даже вообще любым классом отображения должны взять обратное но чтобы теория была верна она должна именно происходить из какого-то дефиоморфизм из МВ вот то есть быть что-то стичкой вот доказывать я объясню почему из этого две строчки вытыкают те самые законы состояния энергии импульса которые я рекламировал в самом начале для действия ну из РГЛАЗа там наши установки до импульса импульс но потом он написал в таком состоянии приводят в таком состоянии момента импульса за это мы напишем в следующий раз давайте вот такие специальные дефиоморфизмы сохраняют вот этот очень специальный ну хорошо хорошо это связывается там ну к сожалению не возможно сказать завалять она будет 24 правильно ладно спасибо Спасибо.